Доброго здоровьица! Не даёте вы отдохнуть старикану? Постоянно какие-то идут вопросы, постоянно хотят что-то такого, что-то такого, что-то такого, постоянно хотят что-то такого, этакого. Только что прошла тренировка, вот где-то прошло 6 часов. Ноги! То есть вот такая нагрузка я занимался, вернее давал разного рода нагрузку на свой организм, в том числе там на ноги и прочее, прочее, прочее. Но по мощи воздействия вот этой вот изодинамик гимнастик, я ничего не это, я ничего не знаю, нагрузка колюсаль, ну просто колюсаль. Такое впечатление, знаете, многие будто бы, потому что на них основная нагрузка, будто отбиты, вот палками по нему, лупили, лупили, лупили палками. Это я выделяю то, что я снял на камеру и сейчас немножечко поработаю с этим. То есть нагрузка колюсаль, то есть, представляете, как она буквально-таки вот разламывает, переделывает, структурирует этот организм, чтобы он приспосабливался и мог выдерживать нагрузку намного-намного больше, чем она дается в обычной жизни. Нагрузка на кости, на костную систему. К этому, конечно, надо быть готовым, подготавливаться, это непросто, и я посмотрел, и оказывается, я уже 4 года занимаюсь, 20-й, 21-й, 22-й и 23-й, как-то я думал, что 3,5 года там будет. Нет, уже 4 года я занимаюсь этой гимнастикой, какие-то были успехи, и в целом, в целом, конечно, я весьма доволен. Ну, ладно, а побудило меня сделать это видео следующее письмо Георгия из Новосибирска. Вот он пишет «Здравствуйте, Геннадий Петрович! Вот сейчас-то я сижу около свекольной грядки, стремлюсь в последние теплые дни убрать урожаи. Правильно, ни минуты свободной. И тут подходит ко мне моя кошка, что-то разговаривает и лезет на руки. Я оставляю свое дело и беру ее за пазуху. Сейчас холодно, ей приятно, и она мурлычет. К чему это я? К чему это я? И это я к чему? А к тому, что кроме этой кошки, ни на этом свете, ни на том, я никому не нужен. Вот так бывают плохие дела. Плохие дела. Так что, Геннадий Петрович, если вам станет тошно, вспомните, что бывает и так. Знаете, были моменты у меня, когда было очень-очень и очень, и очень, и так вспоминая, и все вот это, что у меня было очень-очень и очень, ну, знаете, вляпался я сам. Вот вляпался сам по своему недомыслию, по своему, короче, по своему, по своему всему, вот можно брать там, глупость, недомыслие, необразованность, ну, все, что угодно там. По своему было так, что было тошно. Вспомните, что бывает и так. С уважением Егория Новосибирска. На это я ему ответил. И это касается буквально-таки всех. Это касается именно Светоча, такого, всякого. Если бы ты не был нужен, тебя давно бы прибрали. А так как нужен еще курилка, поэтому тебя и не прибирают. Цени это! Вот мы не можем ценить то, что у нас имеется, что вот-вот-вот, чего мы достигли, тем более вот с возрастом. Ты нужен Вселенной, тебя создавшей и вдохнувшей в тебя жизнь. И не надо искать ответа, для чего и прочего, для чего ты создан. Как, что, чтобы тебе как-то объяснили, рассказали. У нее, Вселенной, свои виды на нас. И понять их нам не дано. Потому что необладаем мы еще тем разумом, вселенским, для чего мы тут созданы. Не обладаем. Но раз мы созданы, значит, мы нужны. Нужны. Хотя бы вот той жизнью, которой мы живем, дышим, сердце бьется, мыслим. Мы нужны. Если бы не нужны, нас давно бы, так сказать, как говорят, кирдык и все, и не было. Как только человек не нужен, какой бы он не был благополучный, какой бы он не был, знаете, там, ну, успешный и прочее, и семьянин, и так далее, и так далее. Вот все, что ты царская особь, можно все там сказать. И даже светочь, и даже светочь, светочь светов всех-всех светов. Если ты вселенной не нужен будешь, да тебе вот так только, опа, и скажут, так и было, и нет у тебя. Вывод, вывод. Очень прост. Так живи и радуйся каждому моменту, чтобы тебя поддерживает вот эта вот вселенная, эта величайшая махина, обладающая непостижимым для нас разумом. Она тебя создала, и ты ей нужен. Нужен даже, когда ты сидишь с этой кошкой, сидишь там с собакой, сидишь со свеклой, сидишь еще чем-то. Ты нужен. И что мы ропщим? Что мы ропщим? Что мы этим хотим сказать? Что вселенная, ты нас создала неправильно, нам тут плохо. Да она нас создала для своих нужд. И даже наблюдая якобы нам плохо, ей хорошо из-за того, что она нас создала. Может, ей даже нужно вот насладиться вот этими переживаниями, которые у человека имеются. Но, но, понятие того, раз мы созданы, раз в нас втекает воздух, бьется сердце, дается мысль, да только благодарить за то, что, Господи, ты дал мне, дал мне, смотрите, свою частичку жизни, свое тело, вот это вещество, которое тело составляет, вот это окружение, этот воздух, эту энергию, ну, все, 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 все дал, у нас ничего своего нету. Мы думаем, что у нас вот это, у нас только свой эгоизм есть. Вот это эгоизм, который шире вселенной. Горе мое. Короче, кончайте глупостями заниматься. А смотрите мои видосы, как Светоча там, пока я свищу еще тут, свищу. Вот, и думайте, думайте, наслаждайтесь вот этими моментами. И не ропщите, а благодарите, Господи, благодарю, что ты меня создал. И Господь, вот смотрите, у меня мурашки побежали. И он отвечает, отвечает. Я мера мироздания, и глубина, и ширина, и воплощение знания. Я корень слов, источник жизни и миров. Я формирую бытие, свое, ее, вселенной всей. Источник я любви своей, которой космос заполняю. Я так живу и процветаю. И буду жить и процветать, любое счастье воплощать. Заполню этим все миры. Где буду я? Где будешь ты? Ведь я и ты – две меры этой красоты. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.